Приветствую вас, мои дорогие подписчики, и сегодня мы с вами поговорим о том, как сохранить желчный пузырь. Не всегда то, что нам говорит наша медицина, является причиной следственной связи. Почему? По одной простой причине. В аппарат УЗИ вбиты стандарты, которые показывают нам о том, что желчный пузырь загнут. Давайте я вам на 3D-атлассе анатомии покажу, что такое загнутый желчный пузырь. Поехали! Вот он, наш любимый желчный пузырь. Он уже немного изогнут. Если увеличилась печень, если спазмировался купол диафрагмы, под которым находится печень, Желчный пузырь придавливается. И, соответственно, через фатеров сосочек, чтобы выделить желчь, ему не хватает угла. Это на УЗИ мы видим, как загиб желчного пузыря. Соответственно, зачастую это проблема не самого желчного пузыря, а спазмированности диафрагмы или проблема увеличенной печени. Не все понимают магию процессов, которые происходят в нашем организме. Поскольку на психосоматической карте человека печень – это зона гнева, зона воинственности, то зачастую холециститом или другими дискинезиями желчного пузыря страдают люди, которые подавляют в себе и не умеют высказывать гнев. Жены, которые живут с нелюбимыми мужьями, сотрудники, которые не любят своих начальников, они ходят постоянно с поджатым правом купол диафрагмы. Соответственно, загиб желчного пузыря становится более угловатым и происходят проблемы. Все достаточно просто. Да, а ведь никто ж так и не думает. А вот магия процессов куда лучше, чем поиск какого-либо инструмента или питье лекарств. Я хотел вам рассказать о том, что на самом деле, если у вас холецистит или дискинезия желчного пузыря, не всегда нужно медикаментозное лечение. А наша медицина, смотря на УЗИ, констатирует, что желчный пузырь загнут. Соответственно, водная субстанция начинает отсюда испаряться, остается окальцинация. То есть, конкременты. Без водной субстанции кальцинат, из которого состоит желчь, начинает собираться в различного рода камни, которые потом можно определить даже по составу тех минералов, которые в них находятся. Эти процессы достаточно простые. И на самом деле, если знать и владеть магией процессов, то можно все пустить спять. Мы расслабляем правый купол диафрагмы, печень перестает давить на желчный пузырь, и желчь через фатеров сосочек в 12-перстную кишку попадает достаточно просто. Вот теперь, после того, когда мы окунулись с вами в магию 3D атласа анатомии и процессов, которые происходят в нашем организме, я вам, неучащимся 8 лет в институте, смог за короткое время объяснить. И на самом деле, это все физиология и анатомия. Мы всегда имеем причинно-следственную связь. А между прочим, мыслительный процесс причинно-следственной связи есть не что иное, как клиническое мышление. И поверьте мне, если мы будем так относиться к нашему организму, и если мы так рассматривать будем абсолютно все, то и лечить нам это нужно будет всего лишь ладонью руки, а не каким-нибудь там золотым скальпелем или инструментом. Вот так все на самом деле лежит у нас под ногами. Но, к сожалению, почему-то такими постулатами наша медицина нас не балует. Так как же нам сохранить желчный пузырь и не идти на ту самую злополучную операцию, которую всем нам предлагают? Называется она холециста-эктомия. Все достаточно просто. Вы можете просмотреть себя на удары в правое межреберье, на увеличение вашей печени и полечить ее, чтобы она умеет... А также вы сможете посмотреть себя на спазм данной области. Наша область, куда вы должны надавить себе пальцем, находится в третьем межреберье снизу. Это расстояние между ребрами. Добрыми. Попробуйте подавить себе пальцем туда. Если... Вот. Попробуйте подавить себе туда пальцем или попросите какого-нибудь знакомого, чтобы он туда подавил вам пальцем. Если вам там будет очень больно, ну или у вас вывалится глаз, вы поймете, что данная область у вас спазмирована. А если эта область у нас спазмирована, а печень нервными окончаниями не обладает и болеть не может, она придавливает желчный пузырь к задней серозной оболочке и он дает боль. Но боль уже в крайнем случае, когда вам будут давить туда пальцем, ну или вы себе будете давить туда пальцем, поможет вас предостеречь и снять этот спазм. Каким образом мы снимаем спазм? Обычным расслаблением. Мы можем снять спазм при помощи массажа, мы можем снять спазм при помощи каких-то спазмолитиков, но не советую употреблять вам таблетки. А еще мы можем просмотреть самую удивительную психосоматическую карту и понять, гневаемся ли мы на людей. Или может быть нам не нравится какая-то ситуация. И тогда мы сможем скорректировать свое отношение к данной ситуации или уже наконец-таки плюнуть человеку в лицо каким-нибудь гневом для того, чтобы выплеснуть его из статика перестала нас мучить. После этого желчный пузырь обычно расслабляется и продолжает эмульгировать животные жиры. Чего он и призван в принципе эмульгировать. Кстати, между прочим, а вы знаете, что желчный пузырь эмульгирует только животные жиры? Поэтому большое количество людей после поста, поглощающих шашлык, прямо с того же парка уезжают с холециститом или с его другом панкреатитом в больницу. Вот так вот все просто. Если вы хотите побольше таких простых объяснений, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте или предлагайте свою тему. А я вам обещаю, что буду снимать такие видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok